Омская область Сибири. Победу праздновала Виктория Каркина из Кемеровской области. У мужчин дистанция подлиннее – 15 километров. Андрей Мельниченко из Красноярского края прошел Омскую трассу за 39 минут 19 секунд. Первый раз проволок был тяжеловат, как бы сказать. А в остальном круге все легче и легче бежалось. Ну и по самочувствию легко было. Обилие гонок, спринт, гонки на 5,10 километров классическим ходом, эстафеты. И все они на одной из самых интересных трасс Сибири. Нравится участникам соревнований и теперешнее. Вот наш стадион, наше место, где это проводится. Они с уважением большим относятся к Крутогорской лыжне. Она довольно сложная. Некоторые, говорят, даже занимают второе место после Сочинской. Здесь приехали ребята достаточно высокой квалификации. Особенно это нужно отметить спортсменов. Это Кемеровская область, это Красноярский край, и Новосибирь. Трое, которые явно выделяются. Кемеровская область, это Кемеровская область. Представлены здесь сильнейшие спортсмены. Это мастера спорта международного класса, достойные спортсмены. К сожалению, наша команда пока уступает лидером. Это Красноярцем, Кемеровчаном. Надеемся, что наши спортсмены в командном зачете хотя бы в пятерку сильнейших войдут. Самые зрелищные по традиции командные гонки. Их ждут с нетерпением как зрители, так и спортсмены. Вот уж где действительно торжество не только силы выносливости, но и тактической борьбы. Каждая из команд выставляет самых сильных спортсменов, способных работать в команде. Судьба золотой награды у женщин, как оказалось, решилась уже на первом этапе. Завладев лидерством, сохранили его до конца гонки лыжницы Красноярска. Планировали быть в призах и хотелось очень выиграть. Предыдущие три этапа хорошо поработали, сделали какой-то отрыв. И мне оставалось только терпеть и бежать вперед, что я надеюсь, у меня получилось хорошо. Второе место у спортсменок из Томска. Третьими к финишу пришли новосибирские девушки. И пока лыжницы восстанавливали дыхание, в гонку пустились их товарищи по команде. 14 мужских сборных разыграли медали в эстафете 4 по 5 километров. И здесь все по похожему сценарию. На всех этапах лидерами были красноярцы. Они и пересекли финишную черту первыми. Вслед за ними Новосибирск. Третьими стали кемеровчане. И вот он к еде стал. Общекомандный. По результатам пятидневных состязаний третьими стали лыжники Томска. Чуть выше расположились новосибирцы. И с суммой в 1065 очков победу празднуют красноярцы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова